Здравствуйте! В эфире программа «Городские подробности». Я ее ведущий Амир Кедрасов. Сегодня у нас в студии Юрий Владимирович Куров, заместитель главы администрации городского округа «Город Кумертау» по строительству, ЖКХ и инфраструктуре. Юрий Владимирович, я вас приветствую. Здравствуйте! Прогноз погоды только что посмотрели, и вы уже даже успели прокомментировать, что ждем снег. Ну и, пожалуй, начнем с готовности города к зиме. Какие работы были проведены для того, чтобы мы могли спокойно пережить зиму 2016-2017 года? Ну, хочу сразу отметить, что зиму 2015-2016 года, не считая, будем так говорить, только зимнего содержания наших автомобильных дорог, мы провели без аварий. Это уже хорошо. Отопительный сезон был завершен 27 апреля. 31 мая 2016 года было подписано постановление главы администрации об подготовке к отопительному сезону 2016-2017 годов. Было проведено несколько заседаний комиссии, которые контролируют ход подготовки к зиме, где были рассмотрены проблемные вопросы. Все эти вопросы в течение летнего и осеннего периода были сняты. На сегодняшний день жилищный фонд города к отопительному сезону готов, за исключением, я имею в виду, пуска тепла. Он у нас всегда проблематичный. Ежегодно эта проблема у нас возникает. Почему? Потому что температура воздуха на улице в пределах 0, плюс-минус. Есть определенный температурный режим, и пока мы не доведем давление и температуру до рабочего режима, мы будем иметь проблемы стояковые. Сейчас, если на первые 3-4 дня управляющие компании в день получали более 200 вызовов, то на сегодняшний день мы имеем порядка 50 вызовов именно по теплу. Где-то стояки не идут, где-то протечки появились. Проблемы эту снимаем, диспетчер администрации контролирует эти вещи. Вечером, ежедневно мы обсуждаем вопрос, именно какие дома, где у нас что не идет. Как мы готовились к отопительному сезону, хочу сказать, что Межраево-Коммунводоканал в этом году поменял порядка 2,5 километров ветхих сетей, что составляет где-то в районе 2% от общей протяженности сетей водоснабжения. Значит, тепловыми сетями было заменено 4 километра 650 метров, это 5% сетей. Почему я именно о процентах говорю? Потому что есть распоряжение правительства Российской Федерации для того, чтобы с определенной периодичностью мы выходили из этого кризиса замены сетей и не имели ветхих сетей в общем объеме протяженности, было посчитано, что необходимо не менее 5% в год менять таких сетей. У нас теплосети этот процент выдержали, водоканал, конечно, немножко не выдержал, но это все касается недофинансирования со стороны республики. Почему? Потому что есть такое понятие выпадающие доходы. Это та компенсация, которую республика компенсирует за счет того, что тарифы занижены и не соответствуют экономически обоснованным, которые ежегодно наш водоканал, наши тепловые сети, наша транспортная база, те регулируемые тарифы, которые регулируются Государственным комитетом по тарифам республики Башкортостан, они сдают свою отчетную финансовую документацию, где Госкомитет уже принимает решение о соответствует ли тариф или не соответствует. На сегодняшний день, да, мы не можем пока выйти на экономически обоснованные тарифы, поэтому и республика компенсирует. Вот водоканалу мы пока порядка чуть больше 5 миллионов, мы республика и мы свои 3% из местного бюджета недофинансировали. Ну, я надеюсь, может быть, до конца года эта сумма и будет, но уже и сезон подошел, где достаточно сложно будет потом это все менять. Ну, достаточно такие полномасштабные работы, наверное, все жители города могли видеть в этом году, это по 60 лет больших сыр. Ну, да, создают определенные неудобства, нарушается как бы и асфальтовое покрытие, но я так считаю, что эти неудобства в плане неровности дорог, там где-то немножко и грязи, особенно в осенний период, но зато это все, я думаю, перекрывает, если это создаст неудобство зимой, где придется сливать всю систему, разморозим. Поэтому приходится терпеть эти неудобства, тем более мы эти вещи как бы восстанавливаем. Друзья, уважаемые телезрители, обращаюсь к вам, мы работаем в прямом эфире, телефон 22699. Если у вас есть вопросы к нашему собеседнику, пожалуйста, звоните по указанному номеру телефона, задавайте ваши вопросы в прямом эфире. Юрий Владимирович, ну вот, коли уж про отопление говорим, вот какое-то время назад звучала такая информация, ну, по крайней мере, она из уст уста в городе передала, что ТЭЦ хотят в нашем городе закрыть. Вот насколько это подтверждает информация, либо же это все были слухи? Ну, я хочу сказать, мы два года назад получили от башкирской генерировщей компании официальное уведомление о том, что Кумертауовская ТЭЦ в связи с тем, что она имеет значительные убытки от генерации электрической энергии и от тепловой энергии, ну, если мне память не изменяет, от тепловой энергии, то есть убытки были порядка 80 миллионов рублей. Стоял, они нас уведомили о том, что муниципалитет должен думать о том, что, то есть по закону они нас обязаны за три года уведомить, за это время мы должны принять решение, чем и как мы будем топить город. Этот вопрос был вынесен на уровне правительства Республики Башкортостан, состоялось несколько заседаний по этому поводу. Мы рассмотрели очень много вариантов. Это и строительство новой блочно-модульной котельной, которая бы потянула весь город. Цена вопроса там была около миллиарда, наверное, рублей. Значит, мы рассмотрели вопрос порядка строительства шести котельных, то есть блочно-модульных, но уже на территории самого городского округа. Здесь вариант он тоже недешевый был, но здесь усугублялось тем, что если мы там при строительстве новой котельной ничто не меняем в городе, не меняем инженерные сети, то при строительстве этих шести приходится еще и менять дополнительно всю систему теплоснабжения города. Но тут Интеррау было принято решение об продаже нашей Кумерталовской ТЭЦ. Главой администрации было проведено совещание с потенциальным покупателем. Мы разговаривали, слушали его виды, что будет, закрываться будет. Но судя по его заявлениям, никакого закрытия речи быть не может. Для этого она была и приобретена, здесь еще подключилось правительство Оренбургской области, потому что у нас есть поселок Тюльган, где практически все зависят от работы тюльганского угольного разреза. Поэтому, приобретая Кумерталовскую ТЭЦ, появился тот же хозяин и тюльганского разреза. То есть, теперь вся ставка на отопление или генерацию будет делаться на добычу и генерирование за счет бурых углей. То есть, тюльганский разрез и Кумерталовская ТЭЦ, грубо говоря, в одних руках сейчас? Да, будут в одних руках. То есть, собственник здесь заинтересован, у него есть и другие планы, которые, ну, будем говорить, это планы и планы, но закрытие, ни о каком закрытии речи быть не может. То есть, системное цепоснабжение города остается? Оно остается. Но я хочу сказать одно, что, значит, вот мы, если есть такая, брать диаграммную таблицу, смотреть, в среднем цена за один гикокалорий по республике начинается от 1600 до 1800 рублей. Она у нас была чуть больше 1200. Самая низкая цена за гикокалорий. Поэтому эти 80 миллионов, они фактически, это вот то, что не хватает в нашем тарифе. Поэтому новый собственник и будет, наверное. Хотя он нас заверил о том, что никаких таких кардинальных резких поднятий цен он не собирается, он не собирает будоражить население, адекватно подходить к ценовой политике, отпуская мы тепловой энергией. Мы надеемся, и это все контролирует республика. И думаю, что мы найдем взаимопонимание. То есть, Госкомитет по тарифам, ну, даже в любом случае, не даст какие-то аппетиты, если и будут, то умеют. Да, да, да. Перейдем, наверное, к капитальному ремонту квартирных домов за летний сезон. То, что планировалось, удалось ли отремонтировать, что можно сейчас сказать? Вы знаете, будем так говорить, конкурсные процедуры при выборе подрядчика, они дают о себе знать, как никогда. Если те два года, которые мы проводили капитальный ремонт, ну, мы более-менее нормальных подрядчиков имели, выигрывали, побеждали всегда наши компании. В этом году, к сожалению, вот пришла одна из компаний Уфимская, конкурсная процедура, они есть конкурсные процедуры. Там рассматриваются все критерии отборов. К сожалению, многие из наших таких индивидуальных предпринимателей отказались от капитального проведения работ по капитальному ремонту. Это очень сложная процедура приемки, когда региональный оператор, значит, сначала смету одну, потом в процессе работы выясняется, что где-то дополнительная работа, где-то наоборот объема надо снимать. И плюс еще вопросы к качеству. Качество идет достаточно серьезно, приемка. Ну, многие не были готовы к тому, что это делать качественно. И вот пришла эта компания. У нас сейчас на сегодняшний день, если будем так говорить по фасадам, там они как-то более-менее, то вот-вот еще последние дырки закрывают. А есть вопросы даже после того, как это. То вот по двум кровлям у нас окружная 13, 40 лет победы 5. Ну, будем говорить, достаточно серьезная ситуация. Практически каждый день муниципальный жилищный инспектор на этих крышах. Каждый день приходится работать с управляющей компанией, потому что они тоже контролируют ход выполнения работ. Но и региональный оператор, уже мы настолько закидали его письмами, что уже практически здесь представитель регионального оператора работает. Я так думаю, все-таки мы добьем и получим то качество, которое мы хотим, чтобы оно было, и сделаем. В этом году мы отремонтировали 27 домов многоквартирных. В основном это были кровли. Конечно, были и замены электропроводки в домах. Были и фасадные работы. Порядка 63 миллионов рублей было на капитальный ремонт в городе, выделено региональным операторам. До сих пор, конечно, идут расчеты с подрядчиками. Только-только начинают сдавать. На следующий год у нас 26 домов в плане. Сегодня, последний день был приема заявок. Опять региональный оператор объявил конкурс на проведение торгов уже на следующий год. Связано это с тем, что с 2017 года есть постановление правительства о том, что конкурсные процедуры будут теперь проходить в виде аукционов. То есть мы не будем видеть подрядчика. Мы будем надеяться, что сейчас создан реестр подрядных организаций, которые могут участвовать в этом аукционе. То есть на начальных этапах для того, чтобы кто-то участвовал, региональный оператор будет сортировать. Это закон позволяет делать. Сортировать тех подрядчиков, которые и те, кто уже были недобросовестными до этого времени, я думаю, что они туда уже не попадут. Ну, будем надеяться на лучшее. И я думаю, вот 28-го, сегодня был последний день приема заявок, потом рассматривается, где-то к числу 5-6 ноября мы уже будем иметь победителей. Потом региональный оператор, мы вот сейчас задаем вопрос. У нас есть еще практически два месяца до конца года. Можно, допустим, внутри инженерной сети, там, такие виды работ, которые можно сделать и зимой. Но у подрядчиков, соответственно, возникнет вопрос, а когда будет произведена оплата. Поэтому региональный оператор еще сам пока не определился. Но к моменту завершения конкурсных процедур они уже должны это сказать. Возможно, и ноябрь, декабрь подрядные организации зайдут по этим видам работ уже следующего года. По собираемости за капитальный ремонт город в первых рядах в республике, что, наверное, нельзя сказать за общую собираемость по жилищно-коммунальному, по ЖКУ, по жилищно-коммунальному услугам. Почему такое происходит? Я не знаю, такая разница, что люди платят за капитальный ремонт, но не платят за потребленные ресурсы, за оказанные услуги. Ну, такая разница, она, во-первых, недостаточно существенная. Если мы в среднем где-то 97, по-моему, 98 процентов выходим по капитальному ремонту, то за жилищно-коммунальные услуги по итогам октября месяца мы имеем сборов, даже не по итогам октября, а сентября месяца мы имеем сборов, это порядка 94,6 процента. Сейчас очень сильно еженедельно на контроле управляющей компании отчитываются за, будем так говорить, за проделанную работу, в чем она заключается. Это разноска уведомлений, это вручение уведомлений лично, разговоры по телефону, разговоры лично с мастерами. Значит, есть, конечно, результат этих разговоров, может быть, он оставляет желать лучшего, но помимо этого мы занимаемся претензионной работой. На сегодняшний день подано в суд о выдаче исковых требований на 330 заявлений таких подано, на сумму 11 с лишним миллионов, порядка 350 исковых требований отданы в пенсионный фонд, где уже напрямую отрабатывают. То есть у нас есть схемы, где практически не надо судебных решений. Судом проплачивается госпошлина, суд видит, что действительно есть долги, выдает исковые требования, и мы просто-напросто на работу в пенсионный фонд, и уже взыскиваются долги. И плюс еще через судебных приставов мы работаем, там порядка, это, я говорю, вот те цифры, которые были за этот год, с 1 января и вот по сегодняшний день. Вообще общая задолженность населения, за жилищно-коммунальные услуги, составляет порядка 108 миллионов. Основная часть, где-то на процентов, наверное, 30-40, это общежития наше. У каждой управляющей компании фактически есть по два общежития. Вот. Мы тоже, мы никогда не пользовались тем, что выселять наймодержателей, то есть тех людей, кому мы предоставляем муниципальное жилье по договору социального найма, мы никогда не пользовались тем, чтобы выселять их. Мы вынуждены сейчас уже будем прибегать, пользуясь статьей жилищного кодекса, где четко и ясно написано, если собственник, точнее наймодержатель, не содержит предоставляемое жиловое помещение в надлежащем виде, у нас есть уже основания расторгнуть с ним договор и выселить его из этого помещения без предоставления другого жилья. Ну, я думаю, что мы уже эту процедуру будем включать и работать по ней. То есть вот этот долг 108 миллионов рублей, который сейчас имеют жильцы, вы надеетесь большую часть, наверное, вернуть? Самое главное, мы ее сейчас не наращивать. Вот это самое главное. Да, конечно, хотелось бы ее и вернуть, мы возвращаем, мы это, но вопрос наш, задача наша сейчас не наращивать ее, хотя бы это. Но вот эти долги, они как раз-таки сказываются на работе управляющих компаний, тяжелее всех приходится не ресурсным каким-то организациям, потому что управляющая компания в любом случае должна рассчитываться с этими организациями. Вот какова сейчас ситуация в управляющих компаниях? По крайней мере, вот был своего рода, может быть, даже эксперимент, укропнили третий и одиннадцатый РЭО в свое время, создали управляющую компанию «Восточный». Какие результаты хотя бы у этой компании на сегодняшний день? Ну, экспериментами мы никогда не занимаемся. Почему? Потому что это не эксперимент, это веление, будем говорить, той ситуации, которая создалась в этих двух управляющих компаниях, которых мы имели в «Восточном». Много мы участвуем на совещаниях, смотрим опыт других работы управляющих компаний. Мы посмотрели, были в «Октябрьском» на совещании, там у нас управляющая компания, которая имеет практически тот жилой фонд, который имеет чуть не весь город у нас, да, и это нисколько не сказывается на качестве обслуживания его. Мы посмотрели, посчитали и та ситуация, которая сложилась у нас в «Восточном», в этих двух управляющих компаниях, ну, было принято решение все-таки создать новую управляющую компанию, причем не банкротив эти, а попробовать рассчитаться со всеми кредиторами. Сейчас там в этих двух управляющих компаниях введено конкурсное управление, долги населения перед этими управляющими компаниями все равно остались, и вопрос взыскания долгов с населения для того, чтобы погасить кредиторскую задолженность этих, это уже вопрос управляющего, управляющего, кто назначен арбитражным судом. Сейчас практически ежемесячно мы смотрим за работой управляющей, самое главное, чтобы она не накапливала долгов, также абсолютно смотрим, как ведет претензионную работу управляющей компанией по взысканию сборов. Ну, вот, честно говоря, вот в летний период, объезжая город, да, смотря и разговариваешь, восточный, ну, преобразился. Вот, если я вот в Уфу въезжаю, пусть даже уфимцы, если кто-то меня слышит, да, вот, центр чистый, центральный, да, ну, вы попробуйте заехать в квартал, в любой квартал, да, где ближе к центру, ну, это, у нас же, ну, вот, может быть, заезжая в любой двор, что центральная улица, что дворы, у нас, ну, намного лучше выглядит в этом отношении, но это все работа управляющей компанией. Да, есть вопросы, есть вопросы по текущему ремонту у управляющих компаний, почему, потому что в свое время, значит, 17 миллионов электрики предъявили через арбитраж, ну, это было без меня, ну, вроде как деньги, которые, ну, не, это не долг, ну, просто наши юристы не смогли доказать, то есть было с них взыскано, сейчас есть долги перед теплосетями и водоканалом управляющей компанией, поэтому инкассовыми платежными поручениями этих двух предприятий, значит, сейчас эти долги взыскиваются в счет в пользу водоканала и теплосетей, то есть там тоже предприятия, которые, ну, имеют, управляющие компании имеют перед ними долг. Ну, все-таки худо-небедно, управляющие компании подготовились и к зимний период, и по текущему ремонту, ищут возможности, варианты, как эти обязательства перед своими жильцами выполнить. Экспериментов мы не делаем, мы посмотрим, как это, хотя бы, уже почти полгода, как управляющая компания работает, посмотрим, как это будет, и если это все-таки скажется на нормальной работе, будем думать дальше. Ну, и, наверное, поговорим еще сейчас об асфальтировании и о том, что у нас предстоит в зиму по поводу снегоуборочной техники и по поводу ситуации с уборкой снега. Ну, пожалуй, с асфальтирования начнем. Каковы итоги? Ну, по крайней мере, брали большие обязательства заасфальтировать 12, по-моему, километров, да, если я не ошибаюсь? Ну, обязательств мы никаких не брали, я вам хочу сказать, Амир. У нас есть трехгодичный бюджет, есть соглашение, заключенное между гострансом и муниципалитетом, где четко и ясно расписано, 15, 16, 17, когда, сейчас это будет 16, 17, 18, ежегодно бюджетом республики закладывается на наш город 11, там, с копейками, тире 12 миллионов рублей. Что такое это 11-12 миллионов рублей? Это вообще практически ничего. В этом году, конечно, Борис Владимирович очень сильно занимался вопросом, вы видели, какой был взрыв, какая была весна, хотя не только в одном городе Кумертау были такие вещи. Везде это и федеральные трассы, и соседние города мы имели. Честно говоря, до 1 июня мы фактически полностью около 9 миллионов на ямочный миллион мы потратили, они отдельным бюджетом идут, отдельном бюджете, и к 1 июня мы более-менее дороги. Есть вопросы по частному сектору, я здесь согласен, но сами видели, что у нас было с улицы Шоссейной, что у нас было с дорогой из Хермалаева, что у нас было на центральных улицах. Поэтому здесь, да, мы постарались это все сделать, но потом, проведя торги, освоив эти 12 миллионов, здесь параллельно Борис Владимирович сработал, и нам, и помните, приезжал представитель комитета по дорожному хозяйству, был ввел прием, и вот здесь вот на приеме мы смогли его убедить, Борис Владимирович его тоже смог убедить в том, что городу необходимы эти деньги. Да, к сожалению, как и всегда, как и везде, немножко поздно они были выделены, распоряжение Минфина вышло только где-то в середине августа, пока мы провели конкурсные процедуры, мы получили подряды. Но в этом году, будем говорить, погода все-таки нам благоволила, и в основном мы не ложили асфальт в лужи, этого не было. Значит, технология, помимо этого мы заключили договор с независимым центром дорожных экспертиз, где они контролируют качество асфальта, качество его укладки. Сейчас они до сих пор еще снимают и смотрят. Если же есть какие-то вопросы, с подрядчика будут энные суммы сняты, для того, чтобы это... где он некачественно это сделал. Но на начальных этапах, я вам говорю, по качеству асфальта и асфальтобетонной смеси, вопросов у центра не было. Было уложено почти 10-200, 10 километров 200 метров дорог сплошным. То, что... Да, мы в конкурсной документации заявились 4 сантиметра. Это минимальная толщина асфальта. Истамина в целях выравнивания доходила до 15-18 сантиметров. Но это уже затраты подрядной организации. Они видели конкурсную документацию, они видели условия, они на эти условия согласились. Было выделено 58 миллионов в этом году. Значит, это я... Из них... 17 с половиной мы все-таки наконец-то рассчитали за улицу Палатникова, которую мы делали в долг. Которая была... Два года назад. Да, два года назад. Три, наверное, даже. Даже три. Вот. Значит, первый транш половину мы отдали. И вот с этих денег пришлось... Остальные 44 миллиона все ушли на асфальтированные дороги в этом году. На следующий год. Сейчас мы подготовили сметы. В планах у нас дополнительно у гострансов, у правительства выпросить еще денег уже на следующий год. Это дорога с Ермолаева. Это дорога улицы Магистральная. Это у нас дорога 60 лет БССР. От скорой помощи до перекрестка улицы Окружной. Целиком. Причем 60 лет БССР с заменой бордеров. Письмо подготовлено. Борис Владимирович приедет с Москвы. Будет заниматься для того, чтобы на следующий год мы эти деньги увидели. Ну и что касается предстоящей зимы, по поводу снегоуборочной техники. Это очень больной вопрос. Надеюсь, что в этом году он пройдет более гладко у нас. Хотя ничего принципиально не изменилось. Изменилось то, что мы купили большой колесный трактор на Бразе К-700 с мощным шнекоротором, с косой, с изменяющей свое положение лопатой новой. Приобрели порядка, ну, около 7 миллионов его стоимость. Подремонтировали мы, смогли, вы увидели, весной у нас развалился один этот грейдер. Из двух собрали мы еще один. У нас сейчас на ходу порядка трех лидеров будет. Но сейчас будет вынесен вопрос депутатам о выделении дополнительных средств на очистку дорог в зимнее время. Прекрасно понимаем, можно давать очень много денег, не имея техники. Поэтому принято решение о том, чтобы привлечь к очистке наших муниципальных дорог предприятия, которые имеют ту технику, которую необходимо чистить в городе. Поговорим детально после того, как примем телефонный звонок. 226-99. Добрый вечер. Алла, мы вас слушаем. Здравствуйте. Добрый вечер всем. Вас беспокоит Закутина. Мы вас очень плохо слышим, на самом деле. Закутина именно вас беспокоит. Окружная 13. Вот вы говорили сейчас как раз о каприентальном ремонте, о недоделках, которые там строители, подрядчик, в общем, оставил после себя след. Замочили нас, затопили. И отвечают. Пропадает звук у нас в студии, мы не слышим. Я, в принципе, о мир, я понял вопрос. Значит, я хочу сказать, что на сегодняшний день с подрядчиком по окружной 13 расчеты не произведены. Да, действительно, когда шли дожди, некачественно был сделан укровной материал, на который они так надеялись, и были протечки на пятых этажах у жильцов. Понимая это, мы здесь усиленно подключались, но акт приема, передачи работ по этому дому не подписан. И он не будет подписан до тех пор, причем его подписывает как муниципальный и жилищный инспектор со стороны администрации, так и я. И мы подрядчику сказали, и региональный оператор с нами согласился, так как он основной заказчик этих работ. Пока не будет возмещен ущерб, причиненный жителям затопленных квартир, акт приема и передачи подписан не будет. По каждой квартире силами управляющей компании составлены акты о причиненном ущербе. Приблизительно этот ущерб посчитан. То есть здесь будет такой порядок. Сначала, после окончания работы, как подрядчик нормально сдаст эту кровлю, рассчитается со всеми жильцами, пострадавшими, вот только тогда мы подпишем акт приемки. И после этого он только получит деньги. Но качество кровли сейчас, что можно сказать? Качество кровли сейчас то, что закрыто, а там остался небольшой торец с южной стороны. Вот по качеству сейчас вопросов нет. После дождей нигде не текло. Ну ведь просто понятие «не текло» нет. Есть специалисты, есть представители регионального оператора, который смотрит, ну там достаточно серьезно подходит к этому вопросу, потому что проще при сдаче это все, чтобы устраняли, чем потом какие-то требования. Да, но это ведь работы на годы, это не на один сезон. Ну, будем говорить, если раньше законодательно, после капитального ремонта гарантийный срок составлял 3 года, то сейчас увеличено 5 лет. Ну и возвращаясь к предстоящей зиме, то есть получается, что в этом году МУПДОР будет не один. В этом году мы уже сейчас подготовили конкурсную документацию, подготовили проекты договоров с юристами, проработали все нюансы, которые, возможно, в процессе потом работы будут. Значит, мы многое что поменяли в этих договорах. Значит, мы поделили городской округ на несколько участков. Предварительно мы обговаривали с потенциальными предприятиями, которые имеют такую технику. Предварительно мы обсчитали, сколько это будет стоить. Предварительно получили согласие об участии в аукционе. То есть у нас отдельно маячное будет отдельным предприятием числиться. Уралка отдельным предприятием, Алексеевка и Ировка отдельным предприятием, Заря отдельным предприятием, поселок авиаторов и часть Шахтерского, это новая часть Шахтерского, отдельным предприятием. МУПДОРу, будем так говорить, у нас остается. Ну, почему МУПДОРу? Значит, у нас конкурсная процедура, у нас остается. То есть сам город и старый поселок фактически. Все остальное мы с Зарю, а еще и Питки с Дубками. Питки и Дубки у нас отдельным предприятием. Надеемся, значительно уменьшится объем работы для МОКДОРа. Соответственно, конечно, он и потеряет и выручки, в которой это. Но я думаю, что качество, и причем мы привлекаем, я говорю, тех, постараемся привлекать тех, кто действительно имеет возможности и средства для того, чтобы исполнять свои обязательства в зимнее время. Управляющие компании зимой привлекают частные организации для очистки дворов от снега. Вот в связи с этой новой системой мы не оголим сейчас дворы? Вы знаете, в управляющих компаниях при чистке дворовых территорий используется не та техника, которая будет использоваться. Здесь нам нужны гридера, К-700, значит, бульдозера, достаточно тяжелая техника на очистке. В управляющих компаниях это МТЗ, это GSB, значит, это такая легкая техника, которая именно может работать во дворах. То есть, там совершенно другие виды техники. Спасибо, Юрий Владимирович, за ответы на вопросы моей телезрительницы. Какие будут пожелания? Какие будут пожелания? В принципе, мы на пороге великого праздника для нашего поколения, которое застало это 7 ноября. День народного единства, 4-го теперь. Теперь День народного единства, хочу всех пожелать праздникам, хочу нашим горожанам пожелать терпимости. Нам сложно, конечно, но мы, поверьте, мы работаем в достаточно напряженном ритме и стараемся все те недостатки и упущения быстренько ликвидировать и работать так, чтобы нашим гражданам в нашем городе жилось комфортно и благоустроено. Спасибо большое, Юрий Владимирович, уважаемые телезрители. Напоминаю, сегодня у нас в студии был заместитель главы администрации по строительству ЖКХ и инфраструктуре Юрий Владимирович Куров. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова